Доброе утро всем! Для меня на удовольствии доброе, неожиданное получил благодарственное весно. И даже спасибо за это, настроение резко получается. Вместе с этим, мне приятно сегодня поздравить вас на нашей ростовской земле. Пожелать вам на этой цепи сегодня получить немного полезной информации. Посмотреть на наш город, возможно, произойдет что-то хорошее, и передовольствие есть у нас. Если мы сегодня проводим форум на территории города Ростова-на-Дону, значит, наша подрасль именно ростовская чем-то запомнилась организатором, поэтому мы не решили приехать именно к нам. Это также приятно, сколько и вклад администрации города в это дело также сегодня существует. Похоронное дело довольно-таки своя, опасная тема. Мы зачастую о ней умалчиваем. Мы пытаемся ее не замечать. Поскольку, да, это связано с определенной скорбью, смещая ее, не всегда хотелось бы вспоминать о чем-то грустном. Но молчи и молчи, а проблема существует. С этой проблемой никуда не денешься, а сталкиваются все. И вот здесь, конечно, очень бы хотелось, чтобы на сегодняшнем совещании мы смогли найти решение тех многообразных вопросов, которые у нас возникают. Возникает у вас, возникает у нас, возникает у всех участников данной сферы. Она, конечно, очень-очень многогранна. И, как говорится, у нас сколько здесь, сколько единений. Каждому хотел бы сегодня этот вопрос, смотрите, решать по-своему. Но есть определенные экономы, за которые не стоит приступать. И поэтому я предполагаю, что все-таки нам нужна будет единая балансированная система, которая будет действовать на всей территории нашей страны. Хотелось бы пожелать вам на сегодняшний день успехов, удачи в вашем не совсем простом и легком труде. Насколько я прекрасно понимаю, насколько психологически трудно работать в этой возрасте. Приятно работать в образе, где работа связана с радостью. А у нас, извините, все время печаль. Находиться все время в печали нужно иметь очень крепкую психику для того, чтобы суметь преодолеть все эти негативные реабвения, которые идут от тех людей, которые достигла бы. Ну, еще раз желаю вам всего самого лучшего. Будьте счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь конкретно хочу остановиться на той теме, которую мне бы очень хотелось обсудить. Сейчас прозвучала информация о том, что кремация, что за кремацией будущее. Я, в принципе, полностью, с данной точки зрения, поддерживаю. При моем определенном участии появился в городе Ростове на дону к кремонтуре. И в этом сегодня, я действительно считаю, будет наша перспектива. Мы вот в городе Ростове сейчас столкнулись с отсутствием земли. У нас основное наше усилие на кладбище сегодня уже заняло 440 гектаров земли. То есть мы превысили все мыслимые и немыслимые размеры кладбища. И вот сегодня эти наши 440 гектаров практически заканчиваются. Они практически заканчиваются, дальше нам идти просто некуда. Город Ростов, он специфичен тем, что он по площади один из самых маленьких городов-миллионников. То есть у нас численность наследия 1 миллион 100 тысяч человек. По площади, то есть в районе жителей мы занимаем 10-е место. А по площади у нас 348 половины квадратных километров. То есть по этой площади мы занимаем последнее место среди городов-миллионников. Это чревато двумя моментами. С одной стороны у нас мало целенных наслаждений для одного человека, поскольку нам просто их негде садить. И вот вторая наша очень серьезная проблема – это проблема захоронения. В прошлом году мы рассматривали 3 участка земли, по размещению кладбищ, и везде наткнулись на противодействия жителей, на противодействия людей, которые не хотят, чтобы рядом с их жильем были кладбища. Да, санитарная зона в принципе она выдерживается, но когда с твоего балкона видно на сегодняшний день, кладбище, то это, конечно, не совсем хорошо и приятно. И каждый день в городе отвечает, людям не нравится. Исходя из этого, мы вынуждены были отменить все свои свои решения. Мы не нашли того участка, который был сегодня использован для дальнейшей нашей работы. Что же в этой ситуации делать? Здесь действительно возникает процесс кремации. У нас крематорий существует уже около 15 лет. Но вот за 15 лет его существования в городе Ростове пока еще не прижилась культура именно кремации. Сегодня мы достигли пока чисто по горожанам, ну где-то прибелых и 10 человек в месяц. А всего у нас умирает до 1000 человек в месяц. Итого получается, что это где-то всего у нас всего 5%. 5% людей, которые сегодня изъявляют желание быть кремированными. С одной стороны, это и экономически не выгодно. Те, кто не платил крематорию, они прекрасно понимали, что печь хорошо функционирует, когда она работает постоянно. То есть это так же, как и металлургические печи. Они должны один раз разогреться и дальше работать, работать и работать. А у нас же получаются перерывы. Это неэффективно использование ресурса, это неэффективно использование технических возможностей крематория. Но пока нам не удалось, мне интересно, мастерить экипы. И жители большим-большим трудом сегодня идут на то, чтобы информировать своих родственников. Но я думаю, что уход кладбищ туда дальше за пределы города, оно определенным образом также позволит эту потребность решать. Как мы сегодня планируем решать вопрос дальнейшего захоронения наших горожан? Сегодня у меня в бюджете выделены деньги на приобретение космических гектаров земли. В ближайшее время будем объявлять горки, и эту землю мы будем покупать уже за пределами нашего населенного отчета, то есть за границей. И вот там, на совместных наших землях муниципальных образований будем создавать кладбище. Вы прекрасно понимаете, с какими трудностями мы сталкиваемся. Мы должны сегодня проводить публичные слушания, мы должны сегодня принять решение, мы должны получить согласие с соседним муниципальным образованием, чтобы на этой территории образовалось кладбище. Но кому хочется, если мы раздражаем против того, чтобы своих собственных рожан и соседей хоронить рядом с собой, то кому хочется, чтобы захоронение шло с соседних регионов. Но пока мы рассматриваем одно место, которое и цифническое, там происходит рядом с захоронением ядерных отходов, и эта земля, она не пользуется большой, чем с гостной популярностью. Это, возможно, вот в той части нам этот вопрос решить удастся. И вот тогда кладбище будет наше муниципальное, расположенное за пределами городов, операций, потому что будет довольно где-то рекон. И это будет, на мой взгляд, одним из чековых действий на психологию человека, в том, чтобы он все-таки больше склонялся к той части, которая связана именно с реанимацией. И тогда мы сможем эту услугу сбить гораздо больше дальше, чем она у нас крутится сейчас. Но здесь мы сталкиваемся с одной еще серьезной проблемой. Для конца мы еще не хотели, как ее будем решать. Сегодня в нашей структуре, в Ахаронной, основное место занимает депутат жилищно-кормального хозяйства, так как эта область относится к системе жилищно-кормального хозяйства. Далее, в 2013 году мы создаем муниципальное коферное учреждение службы городских кладбищ, которые сегодня выдают разрешение на захоронение. И у нас пока еще остался МУП, муниципальное коферное предприятие специализированных коммунальных услуг. Если до 2013 года эта область практически была монополизирована, то есть МУП сам выдавал разрешение, сам осуществлял захоронение и сам содержал кладбище. То есть все было на этих руках, и в этом практически сфера была монополизирована. Далее, выполняем протест у васа, мы создаем службу городских кладбищ, и вот с 2013 года у нас появляется реальный рынок. Реальный рынок, ну как это часто бывает, когда волна идет первая, то она вначале несет переди себя очень-очень много всякого мусора. Затем волна снижается и остается уже только то, что реально может быть. Так и у нас. За вот этот год у нас появилось аж 64 юридориста и индивидуальных предпринимателей, которые активно оказывают услуги плодоохранения. Сейчас существует очень много всевозможных негативных явлений, которые связаны с тем, что в эту отрасль пришло очень много новых людей, которые в ней никогда не были, и которые на сегодняшний день занялись этим бизнесом очень активно. Так вот смотрите, по действующему закону сегодня разрешение на территорию муниципального муниципалитета выдает наша служба городских платьев. А если мы уходим в соседний муниципалитет? Тут вопрос. Разрешение на сохранение должен выдавать соседний муниципалитет. Представьте, что мы попадаем в соседний муниципалитет, а это просто сельский район, то есть мы будем брать земли сейчас сельхозное значение, приводить их к земле промышленности. И вот в этом сельском поселковом совете, в котором существует 2-3 человека, а нам нужно там, чтобы у них появилась целая своя служба, поскольку выдать на тысячу разрешений на захоронение, это должна быть уже целая большая служба. Вот этот момент, его действительно нам придется преодолевать и понимать, как юридически все это дело у нас в конце концов будет выглядеть. Скорее всего, вот в таких ситуациях должны появляться региональные кладбище, то есть кладбище на уровне субъекта Федерации, областные, которые мы уже смогли эти проблемы решать. Но у нас пока в нашей области решение данного вопроса по такому направлению не идет, посему, вот мы пойдем в этих путев. И двигаясь этим путев, я думаю, что параллельно мы не забудем в алсаве кальматорий, и кальматорий будет продолжаться. Что еще очень сегодня серьезное у нас происходит? Вот мы посмотрели, сколько у нас на сегодняшний день условно брошенных захоронений. И мы насчитываем, что у нас их порядка 100 гектаров. То есть 100 гектаров, это на наших восьми кладбищах, это захоронение, которое практически, да, такого понятия сегодня в следующий день не существует. Но это я уже докажу в проект закона, где появляется это понятие. И вот мы проходим и видим. То есть кроме того, что содержание данных захоронений, оно сегодня крайне плохое. То есть в 20-летие, когда на человека не ступало. И другое, что мы просто держим землю. Держим землю, которая ни к этому боку не используется. Это земля на территории города, которую можно сегодня было бы прекрасно использовать. И вот эта часть, мне кажется, как раз тоже требует сегодня правильного нормального зумного решения. Да и там не все понятно, кто в конце концов эти останки достанет, кто их дальше скренирует или захоронит. Деньги должны быть заложены, у кого эти деньги должны быть заложены. Это, я думаю, что история сегодня будет обсуждать, как мы эти вопросы будем решать. Как будем измерять ситуацию сегодня выходить. Что еще хотелось бы сказать по тому закону, который у нас, точнее, для нас с вами разработан, его проект. На мой взгляд, появляется очень хорошая тема. Это ответственность за захоронение. Она вроде бы и сегодня есть. Тот, кто взял на себя ответственность по похоронам, он вроде бы и дальше несет ответственность. Но, как вы прекрасно понимаете, не всегда на себя берет ответственность по захоронению или близкие родственники. То есть бывают еще такие ситуации, когда у людей нет близких родственников, этих функций, которые берут соседей, всех, кто угодно. Захоронение проведя дальше. И вот это захоронение опять остается непонятно какое. И в законе я вижу сегодня этот паспорт, появление в паспорте лица ответственного за захоронение, с которого можно что-то спросить, который должен эти вопросы решать. Но при этом, я говорю, так же надо дорабатывать ситуацию, как будет. А если человек безродный, а если его похоронили, ну, мы по нашему минимальному перечисленному разделу на захоронение, то за этим захоронением дальше должен сегодня смотреть. А что, если тот человек, который взял на себя эту ответственность, в словом, в мир и монет, как это, по наследству передастать, еще что-то. То есть эти монеты, мне кажется, их тоже надо постараться в законе, или потом подзаконный фактор найти решение им, для того, чтобы мы все-таки смогли наше с вами завтра кладбище поддерживать в том состоянии, в котором мы увидим за границей. Когда приезжаешь туда, видишь идеально все вычешено, нормально, упожено и некие деды, которые у нас бывают, такие куриломы, через которые, наверное, даже бывает сложно пройти. Вот этот момент, мне кажется, тоже требует дальнейшей доработки и дальнейшего понимания, как же мы сегодня сможем двигаться и в какую сторону мы сможем сегодня поедить. Мне кажется, своевременно дело поднимается и о частных кладбищах. То есть почему бы и нет? Что плохого в частных кладбищах? Ну, вероятно, предполагается, что частные кладбища – это более высокий уровень качества оказанной услуги. Да, наверное, это будет стоить и дотяги. Если государство гарантирует, что существует минимальная перечень, существует городская муниципальная кладбища, то параллельно, на мой взгляд, вполне имеет право быть. И частные кладбища – это тоже сегодня в законе появляется. И вот у нас, в дороге, много было обращений, где люди говорят, давайте мы создадим вот это частное кладбище. Поэтому, я думаю, что закон, который откроет нам путь и жили в жилье, тоже будет очень понятен. Еще мне информирует одно понятие – это определение постарщика гарантирующего, который может выполнять наши с вами гарантии по минимальному перечню. Сегодня зашло к нам 64, как я сказал, и в сайте у нас не принимать. Ведь они же практически никто не хочет работать в пределах тех 6 тысяч рублей, которые у нас есть. То есть для этого у нас существует наш мух, которому мы даем приказ, и он нравится, мне нравится это, но эту функцию выполняет. Но, на мой взгляд, это более сегодня неправильно. Действительно, в рамках прописывается, что проводятся торги, и на этих торгах четко и ясно определяется то лицо, которое данный вид услуг будет указывать. Единственное, может быть, до конца я дневник в закон, кто определит стоимость этого минимального денежния. Вот сегодня у нас эту стоимость определяет РСТ, то есть экономная служба по тарифам полностью. А в законе написано, что должна определить Федерация. И здесь, конечно, было бы очень уместно, чтобы эта стоимость, она определилась правильно. Вот у меня сегодня 5, сколько у нас цена сейчас? Ну, что-то такое, где же 5-6 тысяч? Сегодня цена этого гарантированного перечня. И в этом гарантированном перечне, но жестко идет сегодня рубль. То есть перекрыть за эти деньги полный конфликт услуг, даже, если нужно, то, что все делается из самого дешевого материала, но в эту сумму мы практически, конечно, не попадали. Если мы действительно определим единую организацию, которая будет этим заниматься, то сложно представить, как она будет сводить отцы с конца. Поэтому вопрос цены, я думаю, что нужно будет продумать очень-очень правильно. И еще там есть один интересный момент, на который я обратил внимание. Организация, которая выигрывает конкурс на содержание кладбища, она не имеет права на этом кладбище проводить самозахарание. Потому что здесь опять проявляется конкурентное преимущество, то, кто содержит кладбище, ему удобнее самому проводить захоронение. Я вижу, что в законе есть жгун, который это привлекает. Ну вот я, основные моменты, которые меня заинтересовали в этом законе, то есть не удавался там вообще, совсем большие тонкости, но вот эти основные моменты, мне бы хотелось, чтобы данный закон, как можно быстрее, нашел свое логическое продолжение, чтобы он был окончательно утвержден и стал действительно генеральным законом. Кстати, в нем есть еще интересный момент, который мне бы хотелось отразить. Это лицензирование. Когда я говорю, что в отрасль пришло очень много людей со стороны, то понятие лицензирование, оно все-таки дисциплинирует. Оно действительно дает себе возможность в этой отрасли работать с тем профессионалом, которые могут услугу предоставлять качественно. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время все-таки с помощью ассоциации, когда и у вас, присутствующих, здесь и в этом саде, удастся довести данный закон до его логического решения. То есть в завершение, всем вам сегодня удачной работы. Всего хорошего. Моя тема посвящена механизму регулирования рывка и тем возможным перспективам, которые ждут отрасли. Сладь, пожалуйста. Вначале несколько цифр. В структуре потолковых услуг похороненные услуги составляют на сегодняшний день 5,8-9%. Многие годы уже количество частных предприятий превалирует в нарывах, но по количеству нет, по объему. Более половинных предприятий у нас, естественно, среди малых, нет, нет предприятий. Годовой объем, ну, настоящая статистика, оценивает где-то раза в 2 в 3 меньше, чем по ясному оценкам. Успехи говорят, что это порядка 80-100 блядов рублей. Порядка 600 тысяч вклад, еще в сегодняшний день в нашей стране, 21 крематорий. В последние годы те крематории, которые появились, в общем-то, все были созданы за счет частных инвестиций. Процент кремации небольшой, конечно, у России, в среднем около 10%. И ежегодную потребность мы рассчитывали по логике тушкам седьмого года, это порядка 250-200 гектаров ежегодно. Следующий слайд, пожалуйста. Хотел вам напомнить, говоря о структуре управления похоронным делом, как коллега говорил, что мы относимся к жилищно-коммунальной, да, в сфере. Далеко тут неоднозначно все это. Федеральный закон определяет похоронное дело как самостоятельное деятельность, и тем не менее у нас на сегодняшний день в стране действует три классификатора общероссийских. по одному из самых старых, это ОКОН. Просто вам напомню, 32 услуги расписаны и находятся в структуре бытовых услуг. Следующий слайд, пожалуйста. Есть также у нас ОКДП, так называемый, еще российский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг. По нему мы относимся к услугам жилищно-коммунальным, причем и здесь же у нас и. Что касается положительных аспектов внедрения вот именно частных объектов. Ну, во-первых, какая альтернатива государственной системе, частично я бы сказал, что тут связано и с субъективными предпочтениями семей, расширяется, естественно, свобода выбора, станет, возможно, принять принципиально новый способ захоронения. Это могут быть и здания, и кладбища, это могут быть и варианты, связанные со склепами, с развеянием управки и так далее. Но какие-то регионы в этом плане более консервативны, какие-то менее. Но в любом случае об этом говорить можно, потому что, учитывая тот же зарубежный опыт, какие объекты можно создавать, предлагать граждан, как говорится, выбор, так сказать, останется в любом случае за потребителей. Станет возможным заключение договоров на подставление мест по будущей захоронения, рост конкуренции, появится возможность привлечь новые земли. На сегодняшний день вы знаете, что с землей достаточно сложно, и как раз это даже возникает новая форма государственного частного партнерства, когда частник приходит уже со своей землей. На сегодняшний день мы такие примеры знаем, то есть предприниматели готовы и, как сказать, землю попередать в муниципалитет, создав свой объект, безусловно, для этого удобно для местных администраций. Он уменьшается в определенной степени нагрузки на муниципальные места подкрепения, и сокращается у него северка рынка, о чем я говорю, что человек может совершенно официально заплатить деньги в кассу, по договору, и отличить то место, которое он хочет, нежели договориться где-то. Значит, что касается факторов влияния на создание крематорий, во-первых, безусловно, здание и функционал, то есть набор тех служб, которые могут быть. Безусловно, здесь важно определиться, будет ли это крематорий-клубарий одновременно или нет. Но, к примеру, все знают, то есть у Кремаисовича, ему все дают, что само здание крематорий является одновременно и клубарий. Естественно, само оборудование, цены здесь самые разные, коллеги будут рассказывать, от вариантов китайских до немецких, где сейчас, по примеру, Волгограда сертифицировано немецкое оборудование, что им даже позволит сократить до 100 метров санитарно-защитную зону. Сама территория, безусловно, крематорий, как она может быть оборудована. Стандартный пакет услуг, нужно свое рассчитать. Дополнительная обслуживание может быть самая разная, причина, естественно, от останков хранилища, где у нас, скажем, идет подготовка, призамирование и так далее, все рекады нужно готовить. Схема работы открытая-закрытая, то есть крематорий либо он работает с поставщиками, извиня, то есть принимает заказы на кремацию, либо предоставляет только свой пакет услуг. На это, я думаю, мы Сергею Борисовичу можем задать такой вопрос, потому что у него разные варианты, и только сам, и с приемом заказов, ну и вариант сам предоставления ниши. Здесь, как бы, может быть первоначальный единовременный платеж, может быть аренда. Законопроект, который мы будем рассматривать, он, как раз, и предусматривает временное сохранение этого права. То есть, в общем-то, факторов достаточно много, и здесь все довольно подвижно. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, новые возможности, понятно, к вопросу здания Колумарьев. Никаких проблем здесь нет. Опыт зарубежный предлагает очень много различных вариантов. Следующий слайд, пожалуйста. Это к вопросу и Колумарьев, и создания зданий и кладбища, о чем мы говорили, что можно было бы практиковать в том числе и на частных кладбищах. Кстати, когда прописывали мы московские новости строительства, мы заложили этот вариант, здание и кладбища. Дальше, опять же, консервативно не консервативно, но, я думаю, в европейской части России вполне поскольку. Далее, все. Мои контакты, записать вопросы. Уважаемые коллеги, да, если есть желание задавать вопросы, пожалуйста, у нас есть второй микрофон. Я плачу, пожалуйста. И проведенная работа по анализу Канадесик, которая недавно была по юридическим вопросам, был собран нашими коллегами круглый столб в Челябинске, в левой пешантажах. И, в общем-то, тоже на что хотелось обратить внимание, вот реализация проектов в рамках БЧП, так называемая, да, какие действительно сложности в сегодняшний момент есть для того, чтобы завтра, возможно, и не только завтра, а в ближайшие дни, обсуждая это шпитиво развития этой темы, мы обратили внимание за накладательные факты. Спасибо. Да, и все предвидится в опыту, который мы специально, на котором мы учили в городе Челябинске. У нас открыто генеральное представительство социализованного инфраструктуры в Челябинске области. Недавно мы 25 марта провели семинар, затем актуальная проблема, но, допустим, Челябинске области. То есть, действительно, мы видим результат того, что сейчас на местах, неинтересно от того, что новый законопоек еще не вступил в силу и вступит еще в 18-м году, каким-то образом можем повлиять, каким-то образом можем сотрудничать с областями достаточно классно, чтобы попытаться понять, о том, сейчас, так бы, теперь на закон 08, решать наши вопросы. То есть, кто присутствовал в данном какого-то уставе, для того, чтобы вы поняли, что действительно, тема для нашего региона актуальна, то есть, был начальник контроля торговых органов в Управлении Федеральной Тернополис, можно, как вы сами понимаете, что Тернополис служба долгое время занималась проектом специально-коперекологом отделе, то есть, они принимали участие. Прокурор Челябинской области, исполняющий обязанности заместительного министра о повышенности природных ресурсов Челябинске области, заместитель предупредительной регионно-общественной приемной инфекциональной партии «Единая Россия», юрист управления городского здравоохранения администрации, заместительного начальника ЧОКСМЭК, представителя полночного правоноспринимателя, представителя русской парафонной церкви, представителя Управления мусульман, совет местной мусульманской организации КРУ, служба господин Владимир Владимирович. Приезжал Родин Владимирович, на этом деле был благодарительный специалист, президент наш. Владимир Владимирович, убитый аппарат, президент, спасибо. Скринил, что русского всего нет. То есть, я озвучил эти фейсы, для того, чтобы вы поняли, что представители государственной власти тоже заинтересованы в том, чтобы выстроить диалог с представителями рынка. И, честно вам скажу, у них вопросов, наверное, даже больше, чем у нас. Потому что они получают заявление, как просто частный лиц, индивидуальный, кто-то понимает, они кем-либо партнерств на решения и каких-то вопросов, на которые они просто не знают, как ответить. В итоге мы собрали около 80 представителей, участников этого семинара. Из них было 15 представителей и государственной власти 70 участников рынка. И в итоге родился некий протокол, который нашел свое отражение в дальнейшем, сейчас уже в администрации, в предыдущих человекской области. И протоколом этого с круглого склада стал следующим пунктом, я вам сейчас считаю, это подготовить предложение по внесению изменения законопроекта не строя. То есть мы обращаем опыт всего нашего региона для того, чтобы в дальнейшем направить это определение. Это то, что мы сейчас должны сделать здесь, потому что каждому территориально мы здесь есть возможность. Сейчас мы направили письма с примерным шаблоном, на кем-либо проследия будем ответить. И мы уже сейчас получаем эти ответы, буквально на неделю, чтобы все ответили. Мы обобщим это все информационное передадим и разрешим свернуть некое мнение в Уральском федеральном округе о том, как они видят, что такое лицензирование, что такие частные пропущие в дальнейшем, мы думаем, где заражение церковного проекта не строят. Но основные моменты, которые сейчас мы добились в Челябинске, это то, что нам уже дали принципиально согласие на то, что да, есть необходимость создания экстрементов совета. И один из пунктов, это стало разработать и на перспективе СПОК и совместно с Союзом с Союзом Союзом в Композиуме. Положение над задействием в совете вопросов по данному делу в Челябинске области и направить в проект в адрес правительства в Челябинске области в цель создания в Тружественном учебных области и структуре в основном власти конкретного органа ответственной за организацию охранения своего работы по данным службам. К работе Пророкологического совета привлечь участников и заинтересованных в министерствах, департаментов, финансовенных и некольных право-интегийных органов общественных организаций религиозных конфессий специалистов научных и образовательных учреждений. Хочу сказать, что сейчас Антон Борис только нам уже ответила, сказала, что они будут содействовать, что этот протокол нашел свой ответ, и надеюсь, он будет отправлен Минэкономразвитие, который в ближайшее время нам ответит о том, что действительно, да, целесообразно создать этот совет, правда, на который мы сможем собираться. Например, в сегодняшнем году стало обсуждать такие вопросы, потому что следующий вопрос действительно назревшие, и их можно сдавать будет уже чаще. Их можно не только в рамках каких-то семинаров, которые уже будут, а в рамках уже нормальной, полноценной рабочей группы, которая может собираться, ну, там, лишь неделю, там, раз в месяц. Также одним из комментов стало необходимость определения учета мест захоронения территории кладбища и столбости, что, наверное, тоже является актуальным вопросом для вашего региона. Расработка концепции совершенствования по правам отрасли и необходимость создания образовательной центры получаются. То есть на все эти пункты мы нашли, на ответ мы ее отправили не просто в пустую, а действительно сейчас уже в пустой форме, этим напольным струбам, прокуратуручатся, просто заинтересовались, сказали, что, да, ребят, вы двигаетесь в правильном направлении, и теперь на следующий будет ваша работа. То есть для того, чтобы содействовать по совершенствованию уже действующего законодательства и каким-то образом отрегулировать вот те проблемы, которые рискуют уже сейчас. Хочу немного рассказать, например, о Интергорске. Вот в новом законопроекте мы увидели, что появляется такое политическое паспорт-согранение вот с силами Союза, Союз содействовал по несению изменений в положениях на работе кладбища и акнатолиев по муниципальному названию города Вагитогорска, где мы уже внести этот пункт. Сейчас у нас уже сговорили такое понятие, как паспорт-согранение. То есть у нас решен был вопрос, когда просто люди не хотели бы говорить, что кто ответственный за это мы делаем, то есть кто может поменять памятник, кто имеет на это право, кто не имеет на это право. То есть эти вопросы уже решены. Так ну что, сейчас действующее законодательство позволяет все-таки решать те вопросы, которые насущены для вас уже в рамках создания общественного совета, через который в дальнейшем уже сможем повлиять на какие-то действующие нормативные документы. То есть это в каждом реке есть положение, может быть есть какие-то еще постановления, выведущие похоронные вопросы. Также результатом этого группы «Сталайт» стало обращение Минздрава с обладой среди региональных представителей Союза с просьбой дать правую оценку возможности создания ГЧП в Челябинске, в Митоборске, в Минске, в Челябинске области. То есть есть распоряжение губернатора Дубровского Бориса Александровича о том, что необходимо развивать ГЧП в нашей области. И, соответственно, в дальнейшем я предполагаю, что устным какими-то распоряжениями было отраслевое приказ о том, что, да, необходимо там Минздраву разработать какие-то варианты ГЧП с местности частного сектора для того, чтобы реконструировать какие-то из те здания, которые уже имеются сейчас, либо создать какие-то новые. И они обратились к нам в ГЧП союзу с просьбой дать какую-то правовую оценку, к сожалению, на которой мы тоже затрудняемся, как правильно это все сделать. Расскажу на небольшом примере. Есть платално-инфическое отделение, которое, соответственно, в ненадлежащем виде. Все-таки у вас, соответственно, тоже присутствует. И Минздрав хочет, чтобы частные инвесторы реконструировали его путем, ну, например, строительства второго этажа. И в дальнейшем часть, допустим, этого здания была передана частным инвесторам, допустим, по строительству отравленного зала. На самом деле, вот я говорил с Далгеневичем Ивановым, мы пока тоже не знаем, как правильно это сделать. То есть есть инициатива от муниципалитета, есть желающие в частном секторе, но не муниципалитеты, и частный сектор не знает, как это сделать так, чтобы это было все в рамках закона. Потому что, вы сами понимаете, сейчас инвесторы будут вкладывать туда огромные деньги, 20-30 миллионов. Далейшим, ну, необходимо так, чтобы конкуренты не смогли зацепить за какие-то эти нюансы. И я хотел обратиться с просьбой, может быть, у кого-то есть уже примеры здесь, в Ростове-на-Дону, в этом федеральном округе каких-то успешных форм и ЧП, конституционных соглашений, которые вы смогли поделиться. Если бы, ну, если у вас есть такие примеры, то, что как бы назваться, или приобрететься этим образом, в то время мы не будем, так говоря, мы будем продолжать работу в нашей регионе. Я думаю, что в ближайшее время нам, ну, где-то интереснее еще подается на то, чтобы дать какой-то примерный ответ на то, как мы видим реализацию ЧП в Челябинской области и в дальнейшем ее реализовать. То есть, кому будет интересно, вот так вот, если Ленина Олеговна, мы применяем это постоянно. У нас все информации есть на сайтах, несомненно, мы будем публиковать материалы, потому что тема актуальная, действительно, часто бизнес складывается сейчас. И мало, мы занимаемся этим вопросом, мало где это оформляется юридически, действительно, концессионными соглашениями. Есть просто устные договоренности администрации, действующие, которые, к сожалению, через какое-то время, мы понимаем, уже будут водить, и административный ресурс сегодняшнего дня у нас может исчезнуть. И, соответственно, есть ингестор, который в этой ситуации может пострадать. Нам, конечно, очень важно сейчас разработать именно механизм защиты привлеченных инвестиций и защиты инвесторов в данном случае, чтобы они не потеряли, так сказать, многолетний труд и средства. Я сейчас скажу, существует два вопроса, которые интересуют у частных инвесторов, как и представители. Первый – это о том, что, наверное, частный инвестор хочет, чтобы это все было проведено без конкурса, потому что желающих будет очень много получить, грубо говоря, тот именно проект «Отчет 1», допустим, оператор рынка. И мы сейчас рассматриваем с точки зрения, что с 1 мая у нас вносятся изменения в составе «Отчет 1 закона» на пересекционные соглашения, и появляется частная инициатива. И к тому, что сейчас уже есть возможность для более частных инвесторов спроектировать совместно сбор здравом в проектной конструкции определенного здания, внести его рассмотрение. Вот сейчас еще обсуждается вопрос с антимонопольной службой. Могут ли появляться какие-то преференции? Потому что мы знаем, что есть в основном конкуренции, 15 сентября, 10-й, это предоставление преференции на строительство объектов социального значения. То есть, по факту, мы теоретически понимаем, что может, грубо говоря, появиться частный право на самом территории или рядом с инвесторским учреждением, которое будет, допустим, функционируется в тот счет, что будут какие-то частные инвестиции или реконструкцию в, допустим, потолком общественное отделение. То есть, вот эта потребность уже назрела. То, как это будет реализовано, я думаю, что в ближайшее время это сформулировано. Но, опять же, хочу повториться, если у вас есть какие-то уже соображения либо действующие примеры, как это сделать в отношении к объектам здравоохранения, ну, было бы здорово, если вы сами поделились. И еще хочу закончить тем, что действительно сейчас действующее законодательство, оно, конечно же, да, оно регулировано в полной мере, как мы хотим не решать все наши проблемы, но от нашей активности, от содействия с Союзом мы можем сейчас на местах решать эти вопросы. Опять же, по наблюдательным советам, по тем письмам, по круглым столам, по семинарам. То есть, надо выстраивать диалог. И вот Союз – это хорошая площадка, это диалога между участниками проекта и представителями государственной власти. То есть, я хочу сказать, что вы сейчас можете делать вопросы решения. Спасибо.